всем привет здравия и благополучия мы заканчиваем наш марафон который начался 1 сентября 2020 года и он продолжался будет до 15 марта 2021 года через каждый день зритель получал по одному видео 100 видео где-то получилось концу марафона много это или мало мы не знаем на нашем канале также появились много плейлистов в сообществе мы всякие публикуем новости на нашем канале работает поиск давайте попробуем что-нибудь набрать в 3 скажем сразу появляются видео по этой теме допустим ремонт d150 м аналогично мы можем увидеть видео которые с этим связаны у нас на канале сразу три темы это первая автодиагностика 2 электроника моего рукопожопиям называем третье это электрика в домах на производстве и так далее некоторые видео у нас очень длинные вот мы показываем как есть естественно при таком большом количестве в виде обзоров или роликов как их можно назвать ну подать материал очень качественно это практически невозможно этот марафон отличается от других тем что многие видео раскрываются в комментариях то есть если вы чего-то не поняли видеоролики то то почитав комментарии до вас начнет что-то доходить на самом деле диагностика это не такая уж сложная вещь любой диагностика подходит но обычными методами если ты хорошо знаешь базу у тебя есть практический опыт то диагностика не такая уж сложная вещь вы конечно привыкли к видеороликам таким где вам диагност рассказывает все как есть там но бывает они тоже что-то халтурят или допустим хотят показать какой-то какой-то смысл чего-то даже во многих видеороликах и нету никакого смысла вообще просто показывать что он что-то сделал что очень крутой специалист и и бывает до смешного как бы придумают сценарий или он придумывается на ходу и на самом деле это все не так там автомобиль не был починен на самом деле проблема не решена но это преподносится так как будто он у нас ребят починился но не не суть суть в том что люди делают видео они хотят зарабатывать с ютуба если у них это получается они молочинки но это не значит что вы должны воспринимать это все за чистую монету вот о чем речь у нас многие зрители становятся фанатами этих каналов ну и как будто это знаете такой сериал санта-барбары они смотрят и когда их идол идол до превращается в обычного героя то у них начинается паника но в этом вы сами виноваты вы сами себя приучили к этому идолу и у вас уже такая возникает как говорится уже ваша собственная проблема от ваших фантазий потому что что-то вы не видите что диагностика одной прозвонкой цепи там неисправно в реле не кончается но все гораздо сложнее на самом деле так давайте посмотрим что мы получили здесь такого вскрытия с кинофильмом не нужно это железяки не интересно очень интересно что же что же они мне прислали такого это вот такой вот пенал и здесь должно что-то внутри быть а здесь у нас зубные так сказать инструменты отлично зеркальце что самые хорошие пинцеты это были медицинские давайте посмотрим что я вам скажу пинцет неплох он жесткий не гнется как основная масса основная масса пинцетов которые тут народ показывал захват более-менее нормальной ну сгодится сгодится зеркальце то в принципе мне не надо но пригодится есть лопатка есть ковырялка в зубах все это закрыто и всякими трубками пластмассовыми штука хорошая а мы с вами разговариваем о нашем марафоне то есть марафон она закончился может быть еще будет несколько видео подряд там после этого выпуска в смысле как бы мы разогнались так у нас материалы как бы мы готовим на несколько месяцев вперед а здесь так получилось что его мы готовили наверно с начала лета до с начала лета и в пандемию первую первую волну поэтому видео могут быть не соответствовать погоде но мы стараемся это как бы подправить потому что у нас есть некоторые видео которые мы вообще несколько лет назад делали поэтому мы все в кучу это накидали у вас будет очень много материала для осмысливания это самое главное в нашем нашей профессии вот сейчас мы возможно в этом году поменяем стиль поменяем немножко сами видеоролики какую-то будем брать одну тему или вообще не будем брать темы по автодиагностике перекинемся немножко на другие вещи насколько это к вам заходит но я думаю что те люди которые с нами значит прошли этот путь то они прекрасно понимают что мы показываем мы так показываем чтобы люди делали сами выводы из того что они видят эти выводы могут быть ошибочные могут быть правильные могут быть может такое даже быть что мы ошибаемся в чем-то и конечно участие кое наших ребят нами приветствуется потому что автодиагностика это нужно все время упражняться надо каждый день делать упражнение и тогда вы станете рано или поздно мастером мало иметь знаний мало иметь какую-то базу но нужна еще и практика практику конечно ничем не заменить даже этими видео но во всяком случае мы показываем может быть у вас нету такого автомобиля там или такой темы с этим автомобилем и вы уже отсюда смотря наше видео вы будете делать выводы сами это самое главное главное научиться ловить рыбку самому а не все время клянчить и быть значит еждивенцем если так можно сказать и не фанатеть не фанатите на ю тубе потому что это такая же болезнь как и любая зависимость получите удар если начнете приглядываться к тому что вам видеоблогер показывает или та команда которая это показывает и может оказаться все все совершенно наоборот или он ошибился чего-то вы смотрите куча куча народа значит лайку и там восхваляет и так далее например буквально недавно я понял что видеоблогеры типа хотят чтобы их похвалили я не знаю мне никогда таких мыслей в голове не было чтобы похвалили но пускай там просмотров было бы больше пускай там меня критикуют во все так сказать дырки я не против этого но я хочу чтобы меня похвалили ну не знаю нет как то даже ну наверное хочу чтобы меня с рим только хвалили и денег давали вот но так же не бывает это представьте вот один похвалил второй похвалила зачем-то этот видео смотришь чтобы меня похвалить что ли я тебе там поставил спасибо типа в телевизоре обратная дача же нету там может что угодно туда кричать в телевизор он вам не ответит а здесь вам могут ответить бывает так что вы не правы в своих комментариях и нам это надоедает тогда мы отвечаем и у вас тоже звездная болезнь начинается и вы заводитесь там на несколько дней но мы стараемся если это касается вот таких глобальных тем или ну конкретно там нас критикуют за видео вы попробуйте через день сделать видео вам же не в голову это не доходит вы привыкли к кинофильмам там одну серию может снимают там два года вы же об этом не думаете высоко как-то это мимо все пропускайте вам подавали ваш вы боссы а что вы боссы вы боссы в телевизоре в этом в интерактивности в ю тубе понимаете а жизнь то она совсем другая поэтому мы это все учитываем и стараемся так сделать чтобы дать пинка дать пинка к размышлению если вы не будете думать то можно сказать жизнь для вас будет это как робот вы будете вы будете делать то что увидели на экране повторять а это будет неправильно принесет крах еще больше разочарования и потом из фаната какого-то блогера вы станете его ярым ненавистником это болезнь это если вы на чем-то постоянно зациклены это превращается в болезнь это то же самое как в китае по моему в какие-то века была пытка они знаешь своих пленных или там в тюрьме кормили только говядиной каждый день говядина через два месяца человек умирал вот здесь тоже самое должно быть разнообразие нужно шевелиться мозгами нужно делать упражнения нужно тренироваться нужно общаться живыми людьми вот и уже там показывать свои знания они в ютубе или допустим в этих комментариях ну давайте не будем об этом давайте будем разговаривать о нашем канале в общем мы вам сделали такой марафон не знаю будет ли он 2021 году мы делаем обычно делаем под конец года вот ну сейчас такая ситуация везде да и в мире тоже что неизвестно чем завтра все закончится поэтому мы навалили вам кучу материала и этого уже такого наплыва не будет будет пореже может быть покачественней ну может быть мы сделаем платные курсы потому что то есть за такое короткое время диагноз там не станете нужно много лет года 35 вот нужно чтобы понять как это все работает потом вы будете щелкать на пальцах это все посмотрим наша задача такая чтобы вот берем эту тему электрика автодиагностика и электроника в принципе это уже родственные схемы потому что надвигается эпоха электрокаров а это двигатели микросхемы там и так далее программирование вот к этому мы приближаемся сейчас и мало ли у вас закончились клиенты в вашей деревне где вы живете уже все машины переломали чтобы вы могли починить какой-нибудь телевизор там утюг сделать проводку правильно чтоб ваш сарай не сгорел или гараж и отсюда вот у нас такая композиция на нашем канале вот очень хорошо что если вы сами можете чинить свои диагностические приборы дорабатывать их это тоже очень прекрасно и в конце сейчас мы вам покажем фишку этой программы которой вы пользуетесь но об этой фишке уже давно давно забыто и это опять же вот это и как бы не то что реклама а вот если все время о чем-то и том же говорить то другие вещи забываются это вот ну и политики такая фигня как бы касается то есть мы сейчас люди не активны мы интерактивные то есть мы живем в интернете в телефоне в ю тубе и хотим эту жизнь перенести себе в реальность но так она не получается красиво как вам показывает в ю тубе допустим маски ездят машине но это таксист проехал каждый раз маску снимать что ли но уже наверно привычка хотя это невозможно так ездить серия маски но бывает так что люди вообще фанатеют и когда их мир рушится они идут в панику и очень много мы еще таких вещей заметили что вам вот этот бестолковый просмотр видеоролик на автомобильную тему он никакой пользы не приносит к нам иногда забегают на канал люди и они не понимают что он показывает допустим мы показываем скриншоты диагностики или там копию с экрана они смотрят как бараны на это ну вот и спрашивается зачем мы там три года смотрели какой-то канал писали положительные комментарии восхваления для того чтобы остаться бараном что ли поэтому мы к этому относимся очень серьезно ребят у нас есть закрытая группа людей которым это не нужно мы не хотим туда принимать у нас там сейчас почти двести пятьдесят двести пятьдесят желающих попасть некоторые может быть и как бы являются нашими рефералами но они не открыли свою переписку в контактах поэтому мы не можем послать им запрос а там вы только можете подарок им отослать какую-то там я не знаю какую-то картинку а жизнь это не картинка жизнь это можно сказать картинка которую вы сами себе нарисуете но вы ее если будете рисовать в интерактиве то у вас она и будет такая хлипкая чуть что вы будете просто в ступоре находиться потому что есть базовые знания и их нужно получить а в ютубе вы этого не получите да вы можете получить начальный толчок там и так далее и тому подобное но лучше восхваляться своими собственными делами чем делами другого человека понимаете нужно жить своей жизнью а не жизнью другого человека вот в том то и суть вся эта поэтому таких людей мы называем диванными диагностами диванными специалистами которые сидят и что-то свою жизнь прозябают в этом интерактивном мире пишут какие-то комментарии умничают что-то где-то вычитали что-то где-то они подсмотрели а фактически толку никакого нет со своей собственной машиной не могут справиться ну как у нас построен вообще смысл этого всего дела это автодиагностика это так что вы покупаете один из дешевых мультимарочников и начинаете с ним играться может быть сначала на своем автомобиле потом на автомобиле соседа скорее всего так и будет сразу и на своем и на соседа и друга но в то же самое время вы должны накапливать базу базу знаний а иначе это все будет просто выброшенное время вами то есть это все будет впустую и таких людей очень много сначала они хотят заработать на криптовалюте там не получилось потом они хотят заработать на чем-то другом на чем-то третьем вроде бы вот эта дешевизна вот того что мы предлагаем она может быть и неправильно вот с другой стороны мы показываем как есть все я как уже говорил и вот эти даже оригинальные приборы они имеют кучу недостатков то есть если вы заметили что допустим мы показывали привязку ключа к этому опелю и там ланч просто отвязал все ключи и все а если у вас другого прибора нет никакого то все вам надо эвакуатор вызывать или вызывать специалиста по выезду еще неизвестно справится выездной диагноз с вашим автомобилем или нет потому что у него тоже может быть базы знаний нету да и рано или поздно выездные диагностики и бросают это дело по выезду ездить если у них они примыкают к какому нибудь гаражу или автомастерской и там занимаются и эта стоимость вам обойдется там я не знаю гораздо дороже чем стоит этот обком поэтому по всякому ребята по всякому сейчас очень непонятная чехарда идет с кэшбэком на алиэкспресс то есть нам постоянно какие-то штрафы значит с нас снимают деньги непонятно за что потом с терминалами какая-то периодически проблема то есть невозможно снять или перевести с кэшбэка электронного кошелька на какой-нибудь другой кошелек на том кошельке может быть какая-нибудь проблема то есть они или могут заблокировать вам все средства но при этом как правило они деньги принимают то есть они не отсылают назад допустим если вы перечислите по банку электронной системе куда-то деньги они к вам вернутся если они значит не могут дойти до адресата а здесь они ни хрена назад не возвращают вот это вот очень печально это может может быть даже они не пропадут ваши деньги но они там могут заморозиться на год то же самое не факт что вы на криптовалюте заработаете да это прекрасно но еще нужно мудреца вывести деньги эти потом еще нужно будет какие-то налоги заплатить если это предусмотрено теми государствами где вы живете а может быть не предусмотрено его к вам придет полиция откуда вы заработали столько денег а если вы потеряете эти деньги к вам никто не придет ничего вам не скажут как в казино выиграл плати налог не выиграл скоро из-за не выиграл будут брать плати налог марочные сканеры где заявлены функции которые не работают так давайте мы сейчас список напишем где у нас все не работает и отошлем вам претензии давайте тогда дешевле прибор продавайте там не за 1000 долларов или две а вот мы перечислим список где этот ваш ваша диагностика фуфлыжничает так сказать и давайте верните нам деньги там хотя бы по 20 долларов за заявленную функцию которая не работает и все проблем то нету что же так получается что вы ребятки нас дурите то а поэтому вот такая вот несправедливость так можно сказать в жизни что вроде бы это да пиратство там и так далее но и эти тоже как так сказать они развиваются за счет этого все это в совокупии делает прогресс или не делает прогресс если допустим у ланча будет по всем автомобилям работать все что они там заявили то этот сканер конечно будет ничего не надо другого иметь а так получается неопытные люди они покупают дешево и хотят допустим чтобы этот сканер за 30 долларов выполнял все что блин делает сканеры за две с половиной тысячи долларов но и за две с половиной тысячи долларов сканер что-то не делает или делает так что вам придется вызывать специалиста если у вас нету запасных вариантов вот о чем идет речь мир не такой который вам рисуют рисует пропаганда рисует реклама мир он реальный и а в реальности бывает белая полоса черная полоса и все что мы видим вокруг себя весь этот прогресс он придуман людьми и этих людей не так уж много остальные это пользователи поэтому мы советуем всем зрителям не смотреть бездумно видео не только на нашем канале а на всех каналах потому что когда вы начнете в этом шарить то вам самому будет приятно что вот здесь вы косяк какой-то увидели тут косяк какой-то увидели что нужно к этому делу подойти не так а если вы будете все брать за чистую монету то считайте что вы просто потеряли время ох ты кто к нам пришел в гости поэтому ребята я думаю что вы прекрасно поняли о чем сейчас мы разговаривали с вами и надеемся что все у вас получится и напоследок сейчас я вам покажу фишку о которой уже ну много лет много лет забыли это касается нашего 3 прибора 3 прибора о том как к вам приезжает клиент и потом после ремонта или там особенно это бывает покраска или еще чем-то выясняется то что вы испортили автомобиль поцарапали там или еще что то такое сделали поэтому нужно быть внимательным и есть такая программа ее функции можно открыть и будете тогда уже принимать автомобиль принимать автомобиль и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok